Россия рискует снова наступить на грабли 2008 года Экономика Экономический кризис 19 ноября 1952 Россия рискует снова наступить на грабли 2008 года Чем грозит нашей экономике увеличение инвестиций в нестабильный газдолг США Андрей Захарченко Комментариев просмотров 2626 Фото Зьюна Вая ТАСС материал комментируют Александр Абрамов Василий Солодков На дне главосчетной палаты РФ Бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил о том Что для вложений средств Фонда национального благосостояния ФНБ В какие-либо ценные бумаги должны выполняться требования ликвидности Надежности и доходности Это, по его словам, нужно для того Чтобы ценные бумаги, имеющие инвестиционные рейтинги Всегда можно было реализовать на рынке Когда мы вкладываем в иностранные активы Выбираются очень надежные, подтвержденные рейтингами и оценками, бумаги На российском рынке что-то сопоставимое могут дать голубые фишки или близкие по надежности бумаги Но это не всегда интересует правительство при реализации своих проектов Обосновал он свою точку зрения в собственном аккаунте на Facebook Не прошло и нескольких дней Как, словно в подтверждение его слов В наших СМИ со ссылкой на данные американского казначейства появилась информация о том Что Россия в сентябре 2019 года вновь закупила государственные бумаги США Увеличив таким образом сумму вложений в них до доллара 10,75 миллиарда Из которых 3,66 миллиарда Пришлось на долгосрочные облигации, а 7,9 миллиарда На краткосрочные Читайте также В стране не было ни одной причины для поднятия пенсионного возраста Правительство манипулирует цифрами, чтобы оправдать людоедскую пенсионную реформу Примечательно, что до недавнего времени Россия последовательно снижала вложения в государственные ценные бумаги США В конце июля этого года их объем достигал доллар 8,5 миллиарда Однако уже в августе он вырос до доллара 9,3 миллиарда СП попыталась разобраться, зачем России понадобилось увеличивать такие вложения Если даже глава Федеральной резервной системы, ФРС, США признает, что ситуация с государственным долгом неустойчивая Годовой дефицит уже превышает доллар 1 ТРЛН Экономика замедляется А пенсионные и социальные обязательства растут Ведь практически в любой момент вся эта конструкция начнет испытывать серьезные проблемы с устойчивостью Тенденцией последних лет было постепенное сокращение доли трежерис в портфеле наших монетранных властей Заметил директор Банковского института высшей школы экономики Василий Солодков Результат вышел достаточно печальный Потому что в итоге 1 триллион рублей на этом просто потеряли Потому что вкладывались в другие валюты, которые ослаблялись по отношению к доллару, проводя совершенно иррациональную политику СП, то есть вложением в доллар пока альтернативы никакой нет Доллар остается основной резервной валютой Это единственная валюта в мире, которая с момента создания до сих используется как платежное средство То есть самые первые выпущенные доллары до сих пор имеют хождение Других подобных валют в мире нет Так что все эксперименты с долларом дорого обходятся нашей стране Помните, в свое время был договор с Уга Чавесом Что Россия поставляет Венесуэле вооружение стоимостью 4 миллиарда долларов Но расчет будет производиться в боливарах Вот интересно, сколько сейчас стоят эти боливары, и где они вообще? СП, а можно ли рассуждать о том, что, увеличивая вложение в американский газдолг Россия таким образом готовится к наступлению мирового финансового кризиса История последних 100 лет свидетельствует рост доллара Это первое, что происходит при наступлении кризиса В этом разрезе вложение выглядит весьма разумно, поскольку Россия оказывается в рамках мирового тренда Впрочем, председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский обратил внимание на тот факт, что общая сумма вложения российских средств в американский газдолг является незначительной Скорее всего, предположил он, речь идет всего лишь о рыночных флуктуациях, не более того И поскольку эти колебания незначительны, никаких долгосрочных выводов из этого сделать невозможно Говорить о каких-то значимых изменениях можно будет только в том случае, если объемы подобных вложений увеличатся хотя бы в трехвопросительный знак четырех раза Считает и главный аналитик Банка Солидарность Александр Абрамов А в данном случае речь идет не более чем о двух процентах от наших золотовалютных резервов СП, то есть, вкладываясь в американский газдолг, мы ничем не рискуем Ни с политической, ни с экономической точки зрения Минпромторг жалуется, пираты автопрома не регистрируются как преступники Стратегию по противодействию контрафакту чиновники успешно провалили, но виновными себя не считают СП, а что, Россия вновь вложилась в эти же самые активы, и нам следует готовиться к повторению 2008 года Едва ли речь идет о тех же самых бумагах, но здесь тоже есть опасность И связана она с санкционными рисками Пока у власти в США находится действующая администрация, высокими их назвать нельзя Но если на ближайших выборах победят противники нынешнего президента США То санкционная политика в отношении России имеет все шансы серьезно ужесточиться СП, и что будет в этом случае? Наше средство, причем вложенное не только в казначейские бумаги США, но и вообще в различные долларовые инструменты Могут оказаться замороженными О том, что подобные опасения не беспочвенны, говорит печальный опыт Ливии и Ирана В Казахстане деньги национальных фондов также были заморожены, а разморозка осуществлялась на крайне выгодных для США коммерческих условиях По сути, Казахстан вынудили инвестировать серьезные средства в экономику США СП, а способны ли мы чем-то ответить на подобную угрозу? У России есть не только активы в иностранной валюте, но и определенные обязательства Поэтому в случае реализации подобного сценария мы можем ответить мораторием на исполнение обязательств в той или иной валюте При таком раскладе США и их союзники могут потерять куда больше, чем Россия Вероятно, осознание этого факта и удерживает Америку от таких опрометчивых шагов Новости экономики В России выросло число просрочек по кредитам проблемы экономики Правительство Медведева не даст регионам поднять зарплату учителям и врачам Субтитры создавал DimaTorzok